Всем привет! Вы на канале Вика в Польше. В этом видео поговорим о том, как быстро выучить польский самостоятельно. Сразу хочу обратить внимание на то, что само понятие быстро будет для всех разным. Скорость обучения будет зависеть от ваших способностей к изучению языков, от того, изучаете вы польский с нуля или уже обладаете какими-то знаниями, и, конечно же, от того, насколько ответственно вы подойдете к обучению языка. Я записываю это видео, основываясь на своем личном опыте и опыте моей семьи. Немного предысторий. Я начала изучать польский вместе с мужем за год до переезда в Польшу. На тот момент мой муж мало что понимал по-польски, ничего не говорил, не умел писать и читать. То есть он начинал изучать язык с нуля. Я на тот момент многие вещи понимала по-польски, но я также считала, что я начинала изучать польский с нуля, но, как оказалось позже, эти нули были для нас немного разными. Дело в том, что я всю жизнь с родителями ходила в костел, где все службы проходили по-польски, и, наверное, это каким-то образом все-таки отпечаталось в моей голове, потому что учить польские слова мне удавалось немного легче. До переезда в Польшу я практически не общалась с поляками, за исключением всех нескольких случаев, когда мы ездили на закупы, но это я не считаю. Когда же мы уже переехали в Польшу, то я сразу начала разговаривать, потому что я занималась всеми организационными вопросами бытовыми, которые нужно было урегулировать после переезда для нормальной жизни в Польше. И это у меня хорошо получалось. Меня часто хвалили, когда слышали, сколько мы живем в Польше и как я разговариваю. На сегодняшний день мы живем в Польше чуть больше полутора лет, и я и мой муж свободно общаемся по-польски, все понимаем, пишем и читаем. Поэтому я надеюсь, что наш опыт будет кому-то полезен. Наша трехлетняя дочь также разговаривает по-польски, она ходит в польский детский сад и абсолютно нормально там функционирует, но с детьми немного другая история. Изучение польского языка мы начали с приобретения книги. Вот такая вот книга «Польский язык. Начальный курс» автор Ярмола. Нам никто ее не рекомендовал, мы просто на нее случайно наткнулись и сразу приобрели ее в двух экземплярах. Вот честно, я рекомендую эту книгу всем знакомым, которые начинают изучать польский. К этой книге мы также нашли аудиоматериалы. В книге начинается все с алфавита и звуков, все написано очень просто и понятно. Дальше идут темы, которые с каждым разом немного усложняются. В каждой теме можно встретить диалог и текст. С самого начала можно даже увидеть, как это все читается русскими буквами. После каждого текста есть перевод текста, словарь по тексту, разбор каких-то ключевых фраз и выражений, а главное грамматика. Также в каждой теме есть практические задания. В конце книги есть текст для самостоятельного прочтения, словарь и ответы к практическим заданиям. Благодаря этой книге мы сразу учились говорить по-польски правильно. До приобретения этой книги мы даже не подозревали, насколько разнообразна и сложна грамматика польского языка. Когда же мы ее купили и начали обучение, то мы сразу начали учить польский качественно. И мое мнение такое, даже если вы полный ноль в польском, все равно начинайте учить польский качественно, потому что когда вы приедете в Польшу, вся эта грамматика будет вас очень путать, если вы ничего о ней не знаете. Мы учили конкретно по этой книге, я не знаю, может быть, есть множество других книг не хуже этой, но мы учили конкретно по ней. Приобрели ее мы на сайте OzBuy, также к этой книге у нас есть аудиоматериалы и сама книга в формате PDF, поэтому если кому-то нужно, обращайтесь, обязательно поделюсь. Если вам нравится это видео, ставьте лайк, обязательно подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые и полезные видео. Далее, ясно, что сразу строить сложное предложение у вас не получится, поэтому нужно выучить как можно больше польских слов. Конечно, выучить все польские слова не получится, да и незачем, поэтому просто открывать словарь и учить все слова от буквы А не нужно. Как мы учили слова? На первом этапе мы выделили для себя какие-то определенные темы. Это были числа, дни недели, месяцы, дальше квартира, вхожу в квартиру и все, что вижу. Комнаты, мебель, кухня, посуда, ванна, одежда, на тему магазина, продукты, еда, на тему врача, части тела, то есть все, с чем вы столкнетесь в обыденной жизни. Обычно такие темы очень тщательно рассмотрены в разговорниках, но мы эти слова переводили для себя самостоятельно с помощью Яндекс.Переводчика. Важно, Яндекс.Переводчик переводит на польский более точно и качественно, нежели Гугл.Переводчик, поэтому рекомендую установить его себе на телефон. У меня он и по сей день есть. Следующее, что важно, это учиться воспринимать польскую речь на слух и привыкать к ней, поэтому начинаем слушать польские радиостанции, например, РМФ-ФМ или ЭСКО. Плюс к этому начинаем смотреть фильмы с польским переводом, а также телесериалы и мультфильмы. Мы сначала смотрели фильмы с польским переводом, который мы уже видели ранее. Я вообще Гарри Поттер смотрела, но не лучший выбор, конечно, учитывая специфику речи. Когда мы уже переехали в Польшу, то мы начали смотреть польские сериалы и телепередачи. Из телепередач мы смотрели The Voice of Poland и The Voice of Poland Kids, это польский голос. Также мы смотрели Кухенна революция, это передача о ресторанах. Из польских сериалов мы смотрели Ломборджича под Зестов, Укрыта правда, Для Чагуя, 19+, Шпиталь, Шкова. Может, немногие любят сериалы такого формата, но вот эти сериалы реально помогут вам выучить настоящий польский разговорный язык. В большинстве из этих сериалов серии между собой не связаны. Там рассматриваются различные обыденные ситуации, в них полно сленгов, крылатых выражений, даже ругательств. Просто хотя бы одна-две серии в день с Яндекс.Переводчиком в руках, и вскоре вы заметите, что вот эту вот фразу я уже где-то слышал. Перевели ее еще один раз, и в следующий раз вы уже знаете, что она обозначает. А еще позже вы сможете использовать ее в своей речи. Это реально работает. Серии в таких сериалах длятся до 40 минут. К сожалению, на Ютубе таких серий целиком я не нашла, но зато на Ютубе можно смотреть мультфильмы. По мультфильмам легко выучить польский не только детям, но и взрослым, потому что в мультфильмах используется простая речь, которая понятна и детям, и тем, кто начинает изучать польский язык. Какие мультфильмы можно смотреть? Все то, что смотрим дома, известные русские мультсериалы, только по-польски. Маша и Недведь, всеми известная наша любимая Маша и Медведь. Боецки Маши, Машины сказки, Кото Чаки, Три кота. Также можно смотреть Швинка Пепа и Мунзи. Обязательно рекомендую посмотреть мультсериал Bing по-польски. Там рассматриваются различные ситуации, очень простая и понятная речь. Я часто замечаю, как моя дочь использует фразы из этого мультфильма, поэтому рекомендую. Дальше, еще один способ, который поможет вам привыкнуть к польским словам, это переписывание польских текстов. Этот способ поможет вам быстрее научиться писать по-польски и читать. Не нужно переписывать сложные тексты, можно выбрать тексты из книги, в которой вы учите, в какой-то определенной теме. Не нужно писать по три страницы в день, просто попробуйте для себя такой способ, возможно, зайдет. Как мы обучали дочь? До переезда в Польшу вообще никак. Я, конечно, очень переживала по поводу того, как она будет в Польше, как она пойдет в польский детский сад. Она только по-русски научилась говорить, а тут по-польски. Тем более, что поначалу, когда она слышала незнакомую речь, то она пищала, отворачивалась и закрывала глаза. Мы начали с карточек. Еще когда моей дочери было 8 месяцев, я распечатала для нее много карточек с картинками, на которых были изображены животные, одежда, продукты, мебель и тому подобное. И вот по этим карточкам мы стали учить польские слова в два с половиной года. Запоминала она, конечно же, мгновенно. Она буквально сразу пошла в польский жуобек, поэтому я сразу же научила ее, как по-польски проситься в туалет, как говорить пить, есть, спать, идти. То есть самые необходимые глаголы. Сначала в жуобку она вообще не разговаривала, либо же говорила по-русски, что-то могла показать пальцем, ну или вот эти вот слова, которые она знала. Но буквально через несколько дней, когда она пошла до жуобку, она уже там и дома начала петь польские песенки. А через два месяца она уже пошла до пшедшколя. И несмотря на то, что жуобок она посещала нерегулярно, потому что, как и все дети, она болела, но в пшедшколю она уже разговаривала и в основном все понимала. Также мы смотрели с ней мультфильмы, вот те, которые я перечислила. Нужно было видеть ее лицо, когда она впервые увидела польскую Машу. Она была в таком недоумении. Также, когда мы выходили на улицу, то я разговаривала с ней по-польски. Ну, я старалась говорить по-польски, потому что я говорила не идеально. Да, я и сейчас не идеально разговариваю, что уж тут скрывать. Ну, в общем, я говорила с ней по-польски и сразу же дублировала по-русски. И этот способ тоже зашел. Также мы читали польские книжки. И вообще, книга, которую я сейчас расскажу, она подходит для изучения польского не только детям, но и взрослым. Может, кому-то это покажется смешным, но это на самом деле так. Мы купили книги, которые называются Китя-Котя. Вот такие вот книжки. Это серия книг. Их около 30. Каждый раз в серии книги дополняются. Плюс есть еще такие маленькие книжки для совсем маленьких деток. Выглядят они вот так. И вот это реально классные книжки, потому что там очень простым языком описываются различные ситуации. И вообще, когда у нас появилась первая книга, она очень понравилась дочери, и мы читали ее буквально каждый день. И в один из дней я заметила, что она сама взяла книгу, села и просто рассказала все слово в слово, что было там написано. А написано там немало. Сейчас уже спустя больше года, когда мы покупаем новую книгу из серии, мы просто один раз читаем, и она сразу же рассказывает все, что там написано. Поэтому, если у вас будет возможность приобрести такую книгу, то купите ее, вы не пожалеете. Конечно, все эти способы в большей степени помогут вам научиться понимать польскую речь. Говорить, конечно, тоже, но всем понятно, что для того, чтобы бегло говорить по-польски, нужна практика. Практика общения, и желательно с носителем языка, или же с тем, кто живет в Польше и хорошо говорит по-польски. Приехав в Польшу, вы столкнетесь со страхом перебороть тебя и переступить через вот этот языковой барьер. С этим сталкиваются все, но нужно постараться как можно быстрее себя перебороть. Даже если вы приехали в Польшу в качестве туриста или за покупками, и даже если вас поймут, когда вы будете говорить по-русски, старайтесь говорить по-польски. Поляки в большинстве своем реагируют очень отзывчиво, если слышат, что вы учитесь, и старайтесь говорить по-польски. Просите вас исправлять, задавайте вопросы. А чтобы поскорее переступить через языковой барьер, начните с малого. Спросите у прохожего, где находится ближайшая аптека, или у продавца, где лежит сахар. Подготовьте себе эту фразу заранее. И даже если вы совсем ничего не поймете, когда вам ответят, ну вообще, конечно же, поймете, польский не настолько сложный язык. В любом случае, вы уже смогли перебороть себя и заговорить первым, а это большой плюс. Когда мы уже переехали в Польшу, то обучение у нас, конечно же, пошло быстрее. Можно сказать, у нас просто не было другого выхода, как поскорее выучить язык. И с самого начала нам пришлось приспосабливаться. Более того, если я поначалу была дома и занималась только бытовыми вопросами, то мой муж сразу же приступил к ответственной работе. К работе в польском коллективе, с польскими клиентами. Он посещал различные курсы, связанные со своей работой, то есть в школе. И все это было по-польски. Поэтому не нужно бояться переезда, если вы не очень хорошо говорите по-польски. Нужно просто немножечко напрячься, постараться, поверить в себя и все обязательно получится. Если у вас возникнут ко мне какие-то вопросы, задавайте их в комментариях либо пишите мне в инстаграме. Удачи вам в обучении! Надеюсь, что это видео было для вас полезным. С вами была Вика. Если вам нравится это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok